Всем привет! Сегодня мне пришел первый заказ приложения Joom. Это вот такой статив. Я уже говорила вам, что я буду его заказывать. Я его уже предварительно распаковала, потому что у меня дочка быстренько-быстренько умокнула супырчатую пленочку. Сейчас покажу вам. Вот так вот, в таком пакетике пришел статив. Упакован хорошо, как видите, да? Вот, то есть прям плотненько так. Вот, и сейчас я раскрою, посмотрим, какой же он по качеству. Заказывала специально снимать видео, потому что, вот видите, таким вот образом мне не комфортно. Я снимаю видео на телефон, и, возможно, меня плохо видно сейчас, да? Представляете, из двух частей. Я специально сразу заказывала два. Это вот этот держатель для телефона, и сам этот, как на треног или тренога называется, правильный, даже не помню. Так что теперь, я думаю, что мне будет гораздо удобнее снимать видео. Ну, вот такой вот он стативчик. Я вообще заказывала два. Второй, видимо, в пути. Заказывала я 15 числа, 15 мая. Сегодня 5 июня я забрала, но, по-моему, он пришел в конце той недели. То есть сегодня понеделек, я думаю, что он в конце той недели пришел. То есть, ну, где-то около трех недель он шел. Ну, где-то две с половиной недели. Так. Ну, вот он, сам штатив. Буду снимать видео постепенно, но выложу потом сразу несколько позиций, чтобы по одной не выкладывать, да? Чтобы вас не утомлять. Так, я даже не знаю, как это. Чисто интуитивно, конечно, ставлю. Вот входит, кстати говоря, вот очень даже неплохо. Вот. То есть можно будет двигать телефон в разные стороны. Ага. А, даже вот так вот. Как здорово. Это очень удобно, кстати говоря. Возможно, буду снимать таким образом для вас маникюр. Так, и вот здесь вот, я так понимаю, что, наверное, вот эта штучка должна подкручиваться, чтобы он более тупо стоял, наверное. Вот. Да, он тогда туго начинает ездить. Ездить. Вот. Ну, здесь тоже все работает. Ну, отлично. Они у меня недорогие. Один штатив был, по-моему, 115 рублей. Один там что-то 120 с копейками. То есть, ну, где-то вот в районе, там, не знаю, по 30 рублей вышел мне, вместе с вот этим держателем. Так, давайте с вами откроем следующую посылочку, которая пришла. Я так подозреваю, что это носочки. Сейчас покажу, малышку. Ну, да, это носочки. Даже не носочки, Гольфики. Сейчас покажу вам повнимательнее. Вот с такой приятной мордашкой. Сейчас, малышка, дам. Подожди, вот дочка рвется посмотреть. Сейчас я вам покажу. Саш, подожди, сейчас я покажу. Вот, значит, смотрите, вот такие носочки, да? Нет, короче говоря. Вот так вот, чтобы вам было поудобнее, я решила вам на кровати показать. В общем, Гольфики такие симпатичные, с кошечками. Единственное, что я думала, что они все-таки будут подлиннее. На Гольфы, которые вот были показаны на картинке, мне кажется, не похожи. Это там они, получается, вот эти кошечки должны быть где-то приблизительно на коленочке ребенка. Но, как вы видите, вот они достаточно такие короткие, да? Вот моя рука. Вот. Но, учитывая то, что здесь носочек очень такой широкий, то есть на маленькую ножку они однозначно не подойдут. То есть они будут, ну, в любом случае, просто как Гольфики смотреться. Такие, которые будут ниже колена. Вот. Ну, симпатичные в любом случае будем носить. Вот дочурка прибежала, показываю вам, да? Вот так вот вроде смотрится ничего, красиво, симпатично. И вот коленочку он перекрывает, да? Вот тут пимпочка носик такой интересный на коленочке. Но вот если приглядеться, вот он, да? Кусочек, который как бы нам великоват. То есть сделали бы их немножко поуже вот так вот, было бы вообще супер замечательно. Ну, а так по качеству мне нравится. Такой приятный трикотаж хороший. Плюс, что еще хочу сказать, что запаха никакого такого неприятного нет. Ну, может быть, какой-то легкий, но это все стиркой, соответственно, уберется. Так что очень классно, я ссылку оставлю. Да, Саша, вот так все, говори всем пока! Пока! Молодец! Итак, следующее, что мне пришло, это еще один штатив. Вот на самый первый я уже снимаю сейчас. Я уже распаковала немножко посылку. Я заказывала специально сразу с вот этим креплением для телефона, потому что очень часто, обращайте внимание, вот эти штативчики, они продаются отдельно. И к ним нужно отдельно докупать. Поэтому смотрите, что было вместе. На мой взгляд, это удобнее. Сашенька, не прыгай, потому что не слышно будет. Сейчас проверим с вами вот этот держатель. Ну, все хорошо. Кстати говоря, здесь очень удобно. Вот здесь поверхность вот эта, она немножко такая, как мягкая, типа поролона что-то, такого уплотненного поролона. Вот, открывается хорошо. Теперь давайте с вами посмотрим штативса. Вот я заказала такой с гнущимися ножками. Вот мне кажется, это самый писк такой. Вот его можно просто вот как угодно ставить. Не знаю, удобно это будет, неудобно. Надо будет попробовать. То есть можно будет цеплять за что-то его, да? Там, не знаю, на улице, например, за дерево за какое-то зацепить. Там, или может быть, за какую-то лавочку, если там видео снимать. Вот, в общем, весь вот он такой интересный. Ну-ка, сейчас мы его попробуем. Прямо я его попробую поставить. Ну что, прямо стоит тоже все нормально. Можно на разную длину. Ну, даже подлиннее, чем мой первый штатив. Даже, может быть, в каком-то плане это и поудобнее. Потому что вот я обратила внимание, что совсем низким мне не очень комфортно. Ну, посмотрим. Теперь у меня их будет два. Теперь мне будет снимать удобно, да? И можно будет выбирать уже. Так, сейчас, зайка, подожди. Сейчас попробуем прикрутить. Посмотрим, ой, все ли нормально. Так, я вообще с вот этими вещами не очень дружу. Привет всем. Привет всем, да. Молодец вам. Привет всем. Вот сюда ручку, Саша, если хочешь привет сказать. Привет всем. Молодец. Юный блогер ты мой, да? Так, что-то вот закрутить я не могу. А, вот вроде там что-то зацепилось. Ну вот. Все прикрутилось, все нормально. Вот такой вот штативчик. Вот, так что рекомендую. Стоимость его приблизительно рублей 120. Сейчас точно не вспомню, но ссылку внизу вам кину на оба штатива. Вот, все. И последнее, что я вам сегодня покажу, это вот такое детское пианино. Вот, как видите, оно маленькое. Мне пришло розового цвета, по-моему, еще желтого бывает. Вот, если я не ошибаюсь. Пианино достаточно примитивное, но оно и стоит там 77 рублей, если не ошибаюсь. Ну, не больше 80. Звук вот такой. Ну, и тут разные мелодии есть. Ребенку, в принципе, интересно. Тут каких-то два режима, но, честно говоря, я особо разницы не увидела. В общем, такие примитивные мелодии. Но ребеночку будет интересно, тем более за такую стоимость. В наших магазинах такие игрушки будут стоить, ну, как минимум в два раза дороже. Сашульчка, аккуратнее. Вот, я почему заранее распаковала, она продается без батареек. Сюда идут обычные две пальчиковые батареечки. Я заранее просто их сюда уже вставила, чтобы не терять время ваше и быстренько показать. Еще два, три товара пока мне не пришли. Вот это пианино ко мне шло два месяца. Ровно два месяца. И я даже не знаю, вот в следующем видео расскажу вам, как там будет с теми товарами, которые прошли срок уже, которые у меня там 60 дней, по-моему, значатся. Но они говорят, что если, заявляет как бы Джон, что если в течение 60 дней товар до вас не дошел, мы возвращаем деньги. Вот, расскажу вам, как это все происходит. Ну все, спасибо большое. Я все ссылочки на все товары размещу внизу под видео. Пока-пока.